Ежегодно на производстве травмируется несколько десятков жителей края. Опасных для здоровья факторов, уверяют специалисты, достаточные у сотрудников офисов. В советское время за охраной труда строго следили, но вот как обстоят дела в наши дни, спросим у Бориса Баландовича, директора Института гигиены труда и промышленной экологии Алтайского медуниверситета. Здравствуйте, Борис Анатольевич. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Скажите, для нашего края, насколько актуальна проблема профзаболеваемости и травматизма на производстве? Да, конечно же, эта проблема является актуальной как для нашего Алтайского края, так и для других регионов Российской Федерации. Следует сказать, что если поанализировать ситуацию с травматизмом и профессиональной заболеваемостью по статистическим показателям, то внешне сейчас складывается все благополучно. Это коэффициент частоты травматизма в среднем 2 случая на 1000 работающих и, соответственно, профессиональная заболеваемость 1,3 на 10 тысяч работающих. Она таким образом рассчитывается. Внешне да, потому что если говорить, допустим, о Германии, там где-то порядка 45 случаев на 1000. Но это, в общем-то, вершина айсберга. Почему приходят многие ученые к этому выводу, не только в нашем регионе? Потому что все-таки пребывание, скажем так, пострадавшего, травмированного человека на больничном листе составляет в среднем 45 дней. То есть о чем это говорит? Что регистрируются в первую очередь средние травмы и тяжелые, достаточно тяжелые, к сожалению. А легкие травмы, порезы, уколы, ожоги, микроожоги и так далее, они, в общем-то, не регистрируются. Из-за элементарной, может быть, даже боязни работодателя отвечать перед надзорными структурами за каждый случай. То есть на самом деле случаев-то может быть и гораздо больше, да? На самом деле, конечно, их больше. Но нас, в первую очередь, конечно, сейчас в плане положительной тенденции, в общем-то, что нравится? Нравится, конечно, то, что, но это не может, с одной стороны, нравиться, что смертельный травматив становится меньше. Вот, если учитывать годы 90-е или даже вот рубежный период 90-е годы и начало нынешнего столетия, там было значительно больше случаев. О чем это говорит? Тем не менее, случаи есть, и вот скажите, почему они происходят? То есть наиболее частая причина? Ну, к сожалению, наиболее частая причина, как говорят многие, в общем-то, специалисты в области охраны труда, это недостаточный контроль со стороны работодателя за обеспечением вот безопасных условий труда, который сочетается, к сожалению, с непрофессионализмом и с недостаточной обученностью работника, безопасным приемом работы. То есть вот, собственно говоря, две основных тенденции. А вот недостаточный контроль со стороны работодателя. Почему? Экономия-то на охране труда? Ну, здесь, как можно сказать, есть такой, в общем-то, сленг, что ли, в охране труда, как стереотип сложившийся. В общем-то, стереотип на то, что все нормально, так сказать, происходит в течение многого периода, никаких случаев нет. Хотя, к сожалению, ситуация бывает таким образом, что работник может убрать защитный экран со станка или, наоборот, так сказать, допустить грубейшее нарушение при работе с химическими веществами, не включив при этом вентиляцию, не используя защитные рукавицы. Либо работники, допустим, какого-то котельной своевременно не включить вентиляцию и не открыв необходимый, не включив защитный клапан. И все это происходит, приводит к тому, что мы видим, что этот случай, с одной стороны, кажется неожиданным, а с другой стороны, не работает просто система управления охраной труда в каждой конкретной организации. Где, по идее, вы правильно абсолютно сказали, советский принцип, он предполагал наличие так называемого трехступенчатого контроля. То есть, первая ступень, это уже непосредственный распорядитель работ, мастер, бригадир. Вторая ступень, это инженер по охране труда, специалист по охране труда. Сейчас они, как правило, сохранились на предприятиях, где более 50 человек работает. И третья ступень, это, конечно, сам руководитель, который должен посещать вот эти наиболее сложные места с точки зрения риска. Но вот прежде проводили аттестацию рабочих мест, это то, наверное, о чем вы сейчас говорите. А сейчас специальная оценка условий труда. Вот в чем принципиальное различие? Как-то меньше контролировать стали? Вот меньше этих этапов стало? Ну, хороший вы, конечно, вопрос задали. Нет, вы знаете, если проводить параллель между аттестацией рабочих мест по условиям труда и специальной оценкой условий труда, то принципиальное отличие заключается в том, что специальная оценка условий труда регулируется законом, законодательно. Это закон 426 ФЗ, который был введен с 1 января 2014 года. И мало того, что он обязывает работодателя ее проводить раз в 5 лет, он еще очень жестко регламентирует требования к тем организациям, к тем лабораториям, которые ее проводят. Это обязательно наличие 5 экспертов, причем один из них это врач по гигиене труда, по общей гигиене. Это наличие аккредитованной лаборатории, которая может проводить минимум 24 показателя различных факторов производственной среды. Это наличие, опять же, отчета в информационной системе российской по специальной оценке условий труда. Этого раньше не было. При аттестации рабочих мест, которая раньше регулировалась только лишь распорядительными документами Минтруда, это первое постановление появилось в 1997 году. Если не углубляться в историю, вот так вот очень кратко. Очень краткое отличие принципиально заключается в том, что сейчас специальная оценка условий труда предполагает такой интересный этап, как идентификация или выявление опасности и риска. То есть какие риски могут быть на рабочем месте? Давайте сейчас немного поговорим о рисках, которые могут быть в офисе. Понятно, что там меньше рисков, чем на производстве, но тем не менее. Что можно об этом сказать? Ваша беспокойность, она, в общем-то, справедлива, потому что, если говорить о специальной оценке условий труда в том, так сказать, вот ключе современном, как она предполагает оценку офисного работника, то она априори предполагает, что это место безопасно. И, в общем-то, скажем так, для работников офисов возможно решение комиссии, которая организуется. Вот просто хочется узнать, как должна быть в идеале организована охрана труда в офисе. Я просто скажу, в чем небольшое противоречие. Заключается в том, что при специальной оценке условий труда это рабочее место может комиссия признать допустимым даже без проведения измерений. Почему? Потому что специальный классификатор предполагает, что эти факторы не очень опасны. Но в то же время, я с вами согласен, потому что вот научные исследования и специалистов нашего университета, других медицинских вузов гигиенического профиля говорят о том, что заболеваемость как раз с временной утратой трудоспособности, непрофессиональная, а общая заболеваемость, она у работников офисов не ниже, иногда даже выше, в общем-то, чем у работников строительных организаций. И причем, что интересно, преобладает заболеваемость аллергическая, ОРЗ, риниты, фарингиты, казалось бы, это вроде бы общий простудный фактор. Но когда стали исследовать вот эту офисную среду, обратили внимание на герметически замкнутое пространство, особенно в период осенний, зимний, когда закрывается, так сказать, все естественное проветривание, работает компьютерная техника, работают принтеры, ксероксии и так далее, да. И электромагнитное излучение при этом сочетается с не очень хорошим воздухообменом, что, в общем-то, приводит вот к этим заболеваниям. Таким последствиям. Вот знаете, конкретный пример приведу, уже не связанный с офисом. Недавно в СМИ широко обсуждалась ситуация, когда на крыше одной из барнаульских школ установили вышку сотовой связи. Родители были крайне возмущены. Вот вы можете оценить степень вообще риска для здоровья детей в данной ситуации? Значит, ну, опять же, один из таких очень серьезных проблемных вопросов вы задали. И я хочу сказать, что взгляды вот на влияние электромагнитных полей, они, конечно, сейчас кардинально изменились. Но вред есть или нет? Появились новые, в общем-то, наши диагностические средства, приборы, которые позволяют этот вред излучения электромагнитное оценить. Конечно, вред есть и риск есть для здоровья детей. Но я хочу сказать, что в данной ситуации существующие санитарные нормы и правила 2010 года, уж позволю себе покритиковать, они недостаточно четко регламентируют вот конкретную ситуацию. Все понятно. Там написано, просто я хочу продолжить. В завершении программы, у нас уже программа подходит к концу. Вот скажите, куда людям обращаться, если они хотят как раз оценить степень излучения? Или вот какую-то такую ситуацию? Я в этой ситуации рекомендую наряду с надзорными службами обращаться и в независимые лаборатории. В частности, у нас наша испытательная лаборатория является аккредитованной. Она, в общем-то, может помочь при изучении, в том числе и уровня электромагнитных полей от систем сотовой связи. И в помещениях конкретной школы мы бы, в общем-то, эти исследования провели и могли бы оценить. Спасибо за ваши ответы. А я напомню, что это была программа «Наше время». До свидания.